Замедление скорости домашнего интернета сделает практически невозможным просмотр видео в YouTube в хорошем качестве. Разнарядку Кремля о снижении скорости воспроизведения до 128 килобит в секунду эксперт телекоммуникационного рынка России описал так. Если они хотят, чтобы YouTube просто открывался и приносил боль, это идеальный расклад. Ни у кого из операторов нет четкого сценария, что будет дальше, чтобы с этим сценарием свериться. Будут ли его снижать, можно опять же говорить, мы не заблокировали, он же как-то продолжает работать. Из публикации издания «Медуза». Мобильный интернет работает пока в привычном режиме. Однако деградация постепенно дошла и до смартфонов. Некоторые провайдеры уже порекомендовали своим клиентам искать альтернативные платформы. Ведь такое замедление работы ресурсов делает использование YouTube и Google фактически невозможным. YouTube сейчас пользуются порядка 100 миллионов пользователей в России. То есть там почти 80%, почти каждый взрослый человек старше какого-то определенного возраста. Да и дети, наверное, тоже пользуются. А мультики смотрят. И много, кстати. Вот. И вот они останутся без этого ресурса, который им нравится, который они любят. А там не только, между прочим, развлекательный контент и не только, между прочим, свободная медиа. Там еще очень много полезного контента, образовательного, обучающего, вплоть до того, там, не знаю, как гайды, как ремонтировать сантехнику. Поэтому это будет серьезный удар, на самом деле, по экономике России. Вот. И именно поэтому там не сразу они начали блокировать этот ресурс, а они начали его как бы замедлять. Ограничения не вынудили россиян отказаться от YouTube, свидетельствует статистика измерителя аудитории Медиаскоп. С 22 по 28 июля на видеохостинг зашли 82 миллиона 500 тысяч человек старше 4-х лет, а неделей ранее 82 миллиона 100 тысяч человек, что на 2,4% больше, чем за сопоставимую неделю 2023 года. Подсчеты учитывают и мобильную, и дисктопную версии YouTube. Статистика измерителя аудитории Медиаскоп из публикации издания Медиазона. Замедление скорости на 70% планомерное и умышленное. Об этом еще 25 июля заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Мол, таким образом власти борются с администрацией иностранного ресурса. Сейчас в России заблокировано гораздо больше, кстати, интернет-ресурсов, чем в Китае. Сейчас там счет уже пошел на, по-моему, на 500 с чем-то тысяч. В Китае 350, по-моему, тысяч. Ну, очень приближенная цифра, не помню точная. Порядка 350 тысяч ресурсов заблокировано. То есть, то, что говорят, будет как Китай, то Россия давно этот порог перешагнула, и в России цензура гораздо жестче, чем в Китае. Ну, естественно, да, они пытаются блокировать именно то, что считают незаконным. А незаконным они считают то, что говорят против них. И это только начало. В России могут заблокировать операционные системы Android и iOS, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Скоро Google будет заблокирован, а вместе с ним и Google Android. Также будет заблокирован iOS, и это произойдет не по нашей инициативе. Google – абсолютно тенденциозная и политизированная платформа, которая негативно настроена к России, поэтому к ней стоит относиться как к площадке, представляющей интересы врага. Алексей Диденко – председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению из публикации издания The Moscow Times. Ранее в Кремле утверждали, что ограничивать YouTube не будут, а все технические проблемы якобы связаны с устаревшим оборудованием корпорации Google, которая покинула Россию после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Уже тогда было понятно – это очередная ложь, и замедление скорости – просто первый шаг к полной блокировке платформы.